Нам было нужно огромное количество призмера для колосса душ, но его вообще невозможно раздобыть за пределами алабастры, поэтому нам самим пришлось отправиться туда. Смир, мы были в алабастре, и я понятия не имел, что это будет опасно. По крайней мере, настолько опасно. Не смотри на меня так. Всякое бывает. Нельзя приготовить омлет, не оставив после себя несколько трупов. Какая странная поговорка. Эй, ты, ты должен мне помочь, у нас нет времени, я остался один, остальные, они все еще могут быть живы. Что случилось? Меня зовут Финн, генерал Финн, войск отелера. Мы с солдатами были частью отряда Ариадов, вошедших в Клюрикот, чтобы патраторить дорогу регулярному войску. Мы отбивали подземелья замконсила, когда замок занял отряд Туата. Они сделали его своим оборным пунктом. Мы оказались между двух огней. Да иди нахрен. Вдохни просто, у тебя там вообще хп нет. Ты свой? Да, у нас братан. На тебе. Прихвость Интуата. Время падения Тикнери успеват наложить проклятие духовных пут. Ваша магия ослабевает под воздействием темной ауры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Никто не может с ним сравниться. Никто не может даже приблизиться к нему, если бы не мой маленький секрет. В чём твой секрет? Терпи, не терпи, не скоро всё узнаешь. И я хочу немного покопаться в обломках, оставшихся от моей башни. Отправляйся на поле Губера и найди тебя там. И если тебе дорога твоя жизнь, не приближайся к Дрену. Вот ты крыса-то какая мелкая. Чем я могу помочь? Отправляйся на поле Губера и жди меня там. Я приду туда, как только найду эту проклятую сущность. Агарт. Знавал я таких. Счастливая молодёжь, рано достигшая вершин. А потом они присасываются к бутылке и ждут, пока придёт смерть. Я впечатляю тем, что тебе удалось оторваться от этой бутылки, но не жду от него здравых суждений. Вот и падла, как ускорился, да? Вендриньо. И меня зовут Вендриньо Дескирини. Я заслуженный профессор посмертного вскрытия трупов в университете Эдисы. Конечно, всё это было до того, как я начал работать над колодцем душ. Уж такое важное исследование не оставляет времени на другие занятия. Гэдфлоу. Гэдфлоу построил на призме рецелую империю. Только представь себе, на каком богатстве он сидит, и глупо тратить его на мечи и луки. Даннастар. После этого неприятного происшествия с храмовниками, Кьен решил переместить мои исследования подальше от посторонних глаз. Мы оба понимали, что остров рядом с другим материком на линии фронта может оказаться ненадёжным укрытием от любоп... А, надёжным укрытием от любопытствующих. О, Господи, сколько тут болтовни-то. Дом гордости. Все они заносчивые глупцы. По крайней мере, нам удалось мимо них проскользнуть, когда они были слишком самоуверенными. А теперь, когда у ораста и целая армия, они будут следить за нами. Дрен. Дрен, защитник гордости. Один из двух могучих близнецов-защитников. А знаешь ли ты, что у них так же была и защита друг от друга? И, похоже, защитник Домодоблести пал вместе со своим домом. Представляешь, как она могла бы сейчас нам пригодиться? Представляю. Лирикон. Ужасная грязная мема. Безобразное место. В такой сырости трубы плохо хранятся. А при такой жаре быстро начинает вонять. Как было бы хорошо вернуться в пещеру в Датире. Так, колодец душ. Колодец душ, великий проект. Да, не обошлось без жертв. Нарушались законы, умирали люди. Но они будут умирать и дальше. Неужели ты не понимаешь? Именно поэтому я и пытаюсь помешать. Сколько народу уже погибло на этой войне? Тысячи. Мертвые тела гниют на полях сражения. А меня называют чудовище, потому что я хочу это предотвратить. Моя смерть. Ты ее не помнишь? Ну, зачем выражить прошлое? В конце концов, сейчас у тебя все в порядке, да? Ты же не из тех, кто может затыкать обиду, да? Я просто хочу знать, кто я. Мы вместе работали с колодцами, из тебя получился отличный ассистент. Тебя нанял сам Актиян, сказал, вы крайне предприимчивая личность, и больше ничего. Я ничего не знаю. Твоя жизнь до того, как мы начали работать вместе, мне хватило ума, чтобы не задавать лишних вопросов. А ты что-нибудь помнишь? Тебе не понравилось говорить о себе. Тебе вообще ничего не нравилось. Честно говоря, было даже страшно находиться рядом с тобой. А ты изменился, это точно. До смерти у тебя не было склонности к дипломатии. Ты наверняка уже прирезал бы меня за такие ответы. Фига себе. Да, кстати, я нашел это в твоей комнате после смерти. Вот, возьми. О, еще, смотрите, да? Просто разговор что-то нам дал. Вот это кайф. Получим браслет святилища. Вот это вещь. Вот это классно. Вот когда тебя за простые разговоры вознаграждают. Это вообще просто супер. Актиян. Актиян, ему не хватило предвидения. Неужели все, что он хотел, лично машина бессмертия? Как в охромовник, так не узкомыслить. Тем не менее, он не... Не брезговал ничем, если решила разработки колосса. Я полагаю, платить он тоже неплохо, если тебе вдруг захочется заняться наукой. Фу, плодил. Так, господи, призмер. Нам было нужно огромное количество призмера для колосса душ, но его вообще невозможно раздобыть за пределами алабастра, поэтому нам самим пришлось отправиться туда. Смерть. Мы были в алабастре и... Я понятия не имел, что это будет опасно. По крайней мере, настолько опасно. Не смотри на меня так. Всякое бывает. Нельзя приготовить омлет, не оставив после себя несколько трупов. Ха-ха, какая странная поговорка. Жуть. Смерть. Ладно, мы собирались в призмер в алабастре, но он был нам нужен для колосса душ. Я тебе взбрел в голову выследить источник призмера. Я пытался отговорить тебя. Правда? Ну, ты решил добраться до Амитина. Я не собирался умирать вместе с тобой. Я неоднократно пытался забрать твое тело, но тщетно. Мне неприятно это признавать, но я должен поблагодарить Хьюза. Он преуспел там, где я потерпел неудачу. Сыны Лаза. Частичный успех, но это еще в лучшем случае. Они помнят, как сражаться, но это все, на что они способны. Назвал их так в честь одного древнего стишка. Проклятые твари все время стонут, и я подумал, что может они заткнутся, если дать им имя. Не знаю, что там за стишок. Фаергорта. Обычные костяные войны. Любому причинному магу под силу создать и оживить их. На самом деле они живы, а скорее марионетки. Хьюз. Я бы не доверял ему держать мой тигель, и уж тем более предложить мою работу. Ему даже с трудом хватило духа, чтобы вскрыть свежий труп. Я не понимаю, почему твое воскрешение произошло в его, а не в моем колодце. Вероятные какие-то погрешности в настройках. Прикольно, да? Один, как сказать там, мастер, да, мастер хаят другого мастера, что типа он не умениями своими, а какой-то погрешностью. Ой, пипец. Добился. Эль Шир. Ты имеешь в виду свою маленькую смертоносную тень? Знавал я таких, как она. Само очарование, и это все ради того, чтобы подобраться поближе и воткнуть тебе нож в спину. Так, все. Иди и помни, не подходи к Дрен, пока я не приду. Да дайте мне сохраниться. Так, мы вроде как морозный налетчик, с Эльншой больше всего, да, у нас? Я уверена, что мы можем доверять Вентринио, но я буду за ним приглядывать. Ага. Чем могу помочь? Я останусь здесь и присмотрюсь за Вентринио, встретимся на юге, на поле Губера. А она тоже знает, да? Дом Гордости. Дом Гордости это врата в Алабасру. До тех пор, пока мы не найдем способ попасть туда, Гэтфло будет призывать свои войска сюда. Дрен. Китнен говорит это, что барьер, защищающий ход в Алабасру, белорук фея по имени Дрен, защитника Дома Гордости, как его называют. Я лишь знаю, что все, кто проходит сквозь барьер, падают на колени и дают себя убить, если вовремя не отступят. Все, кроме Вентринио. Сын Лаза. Безмозглых войн и сражающиеся без всяких мыслей. Обычная необузданная магия, заставляющая трубы двигаться. Ага, все. Так, ну ладно, все получается. Мы тогда чешем. Интересно, мы можем обратно зайти? Там вроде все, по идее, обрушилось, нет? Да, обратно нельзя. Ну ладно, все, тогда уходим от седа. Это Китнен ведь? Морозный солдат. Ты кто? Солдат лютого мороза. Ладно, все, мы здесь вроде как все забрали. Поперли тогда отсюда. Так, что тут, какой-то цветок? Пробка. Сюда. А, это пиявочник, это пиявочник. Все, валим отсюда. Сколько у нас до уровня? У, неплохо. Так, ну-ка. Что сейчас будет? Ага. Блин, первый раз так долго грузит карту, просто кошмар. Ой, ты зараза напугал-то. Так, ну все, нам получается отправляться к пулю Губера. Ну ладно, давайте Губер, Губер. Блин, это по-моему из этого, из Набокова, да, Губер? Как же там ее Губер? Как его звали-то? Гумберт, во, Гумберт, по-моему. Или как-то так. Так, все, ладно, поперли получается. Поперли, поперли, поперли. Тут мы вроде тоже все открыли и все собрали, да? У нас заданий здесь вроде как больше нет. А, замок и гостер мы точно были. Ну да, везде все были. Все, поперли тогда. Дальше. На территорию. Посмотрим, что там такое. Ой, что это? Бушку с ума сошла. Так. Кто нас там ждет? Хвата? Так, там трипотнял сразу. Блин, как пипец. Трипотнял на переходе? Вот это очень плохо. Потому что мы можем так попасть случайно в какую-нибудь другую территорию, да, и пропустить потом. Слушай, а там что? Так, ну да. А, там уже бегут. Ну там-то что такое? Там какая-то пещера. она на карте просто не отображается. Да. Урона, конечно, дико не хватает. О, кстати, глаз Болгана-то, черт возьми. Я забыл совсем про них. Вот, смотрите, да? У нас собрана сущность судьбы. Слушайте, а про Колганов-то я этих забыл? Задание-то, ёкарный бабай. Ну ладно, сейчас посмотрим. Может быть, и в этой... Как я? Территории тоже, может быть, Колганы будут. Потому что вроде как очень похоже. Территории, да, они даже вместе соединены. Возможно, здесь тоже эти Колганы будут, и не придётся там, по старым территориям ползать. Сейчас пузырим. О, отлично! Здорово, Колган! И как там? Болганы? Как это меня зовут-то? Болганы. Что-то Колганы называется. Против одного так вообще красота. Нет, я его не подкидываю. Сильный хватает. Всё, пытался его подкинуть. Он делал от удар-то, но не подкидываться он. Фига там башкой-то. Нет, 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 нет. Это не я, это не я, не я, не я. Так. А куда-то... Право, куда-то, смотрите, куда-то идёт. Типа там, да, продолжение территории, а тут-то чё такое? А тоже, типа, территория, только с другой стороны получается. О, ё-ё, смотри. Ай, блин. Смотрите, как хорошо. Как будто какая-то секреточка, да, там? Вот за серией. О, лагерь какой-то сюда. Хоть задание наберём. Лагерь ансилы. Так, давай, сами снимем. Это уже, ух ты, настоящая мантия. О, говно. Говно. Здорово. Святая Лирия, я тебя знаю. Точно, последний раз я видела, как ты висел на Балуре, словно слюна на морде у Болгана. Вот это сравнение. Позе Большо за высокую оценку моей работы. Да, я догадаюсь. Армия прислала тебя сюда с особым заданием, что до меня просто пытаюсь пережить ещё одну ночь, найдя время для себя исследовать окрестности. А чё тут исследовать? Ты серьёзно? Ты же в курсе, где мы? Это побережье Каэледа, владение лорда, лордов Альфар, Ансила и Гастир, Южно-Сияния, дети-госпожи. Ты, правда, ничего не знаешь? Эти земли обители многих загадок и, как принято думать, множество сокровищ. Моя любимая история о детях-госпожи. О, это коллекция из кукол, сплетённых из листьев папоротника. Они очень редкие и очень ценные. По легенде, они были утеряны в ходе вторжения. Я бы отправилась на их поиски, но он долг зовёт. Расскажи мне про кукол. Старая леди Клэри, последняя невеста дома Ансила была не в своём уме. Говаривают, она шепталась призраками и задушила собственное дитя. По-настоящему, она любила только свою коллекцию кукол и любовь эта пограничила содержимостью. Она повсюду отаскала их с собой, дала им имена и даже спала с ними по ночам. Многие исследователи считают, что дети-госпожи, как их потом прозвали, имели для неё особое значение. Но вот почему? Я найду их. Ты поможешь мне? Несмотря на то, что у тебя полно других важных дел, моя сестра не поверит в это. Герои Мелсеншира. Легенда гласит, что кукол в последний раз видели у леди Ансилы, когда её семья была убита, так что я собиралась искать возле руин. Где кукол? Я бы поискала в руинах Ансила и, возможно, в замке. Кукол в последний раз видели у леди Ансилы, когда её семья была убита болганами. Окей. Армия Альфар. После того, как ты ударил кинжалом Баллора в Мелсеншире, нас отправили разбираться с беспорядком, устроенным Туатом. Мы продвигаемся на юг в лабастру. Куклы Ансилы. Неизвестно лишь, что они созданы из хрупких листьев папоротника и что леди Ансил постоянно держала их подле себя. Подозреваю, что внутри у них было что-то спрятано. Леди Ансила. Видно, Карга сошла с ума из-за собственной изоляции на побережьях Каэлэда. Говорят, она убила своего младшего ребёнка, задушила его водушкой. Уда Янара. Я сравненный Ротелла из Кулна. Моя семья переворвалась на запад после вторжения, но я выбрал сражаться. Я думал, родные каждый день выбрал он сражаться. Южное сияние. Древние магические ауры, которые поряднут во грежнем Каэлэда в ночи. Никто не уверен точно, что они означают или куда они попали, но я слышу, что они прекрасны. Куда они чего? А, как они туда попали? Так, великий, а ещё очередной великий, величайший квест на поиск какого-то говна. Ну ладно. Мы берём всё говно. Не бойся, я знаю кто ты. Это здесь безопасно. Добро пожаловать в мой лагерь и капитан Дрюн Астсила, праправнук великого Клары Ансилы. Клари Ансилы, наследник побережья Каэлэда. В отличие от Туата, я гостеприимный хозяин. Прошу, заходи с агрессивого огня. Наш дом твой дом. Зачем ты здесь? Я участвовал в бесчисленных битвах и был в нескончаемой осаде, чтобы только вернуться домой. Мною движет не ностальгия, я здесь, чтобы вернуть то, что моё по праву. Но занять место на троне будет непросто. Перед смертью отец спрятал символ своей власти, чтобы его не украли. Я говорю о печати ансилы изумрудных клинках, медальоны моего отца и боевых чакрах, и без них я всего лишь обычный солдат. Расскажи мне о своём роде. Каэлэд когда-то был цветущим, бурлящим жизнью местом. Им правили мой отец с братом Портом. Мы были здесь с десятки лет, и наши подданные были мирными, добрыми людьми. Конечно, гостеры не прекращали попыток посягнуть на эти земли. Они даже построили замок на вершине, который будто бы смотрел на нас свысока. Ты можешь в это поверить? Что за изумрудные клинки и печать? Печать выковала моя бабушка, первая Кларан Сил, мать всех благородных Каэлэда. Она сделала её из соплей с корабей и терениума. Соплей! Солей! Изумрудные клинки принадлежали моему отцу. С их помощью он множество раз защищал границы наших владений. В Клюрикоре им нет равных, да, и где-то ещё, я думаю. Где-либо ещё. Вот это очень хорошо. Наверное, я их всё-таки не найду. Я разбуду их. Я надеялся, что ты согласишься. Добывать фумильные ценности никогда не просто. Они в семейном сейфе, но ключ от него у меня. Не у меня. Этот ключ, в общем, это моя ошибка. Молодость, глупость. В ночь до вторжения болганов я дал ключ девушке. Она, как бы сказать, была моей большой детской любовью. Её зовут Хилар Гастрит. Хиларет Гастир. Да-да, она из Гастиров, заклятых врагов дома Ансила. Это был своего рода романтический жест, чтобы показать, как она важна мне. Теперь она, он и у неё. А так мы ей помогли уж. Если убедишь Хиларет отдать тебе ключ, отправляйся в старую родовую крепость Морской Страш на восток. Клинки и печать там, в сундуке. Где Хиларет Гастир? Последний раз я видел Хиларет во время битвы Примал Сеншири. Как и я, она восстала воином. Впрочем, я не удивлён. У неё всегда был твёрдый характер. Проверь крепость её семьи, замок Гастир. Скорее всего, она сейчас там. Она, если сумела выжить. Сейчас туда и направимся. Армия Альфар. Мы стекаемся из затопленного леса отдельным подразделением, а не общим фронтом. И это заключается проблема. Местность зарослей это кошмар для продвижения. Капитан Траф сумел вбить в клин в оборону Туата. Достаточно, чтобы суметь проскользнуть в Алабастру. Но одно дело прорвать ряды врага, а совсем другое удержать линию фронта. Фу, какие сложные там клинья вбивают. Это просто жесть. Это как там этот протаптыва от колеюта еле выговорил. Дрюн Ансила. Мне было лишь 10, когда напали болганы. Об этом месте у меня лишь разорозненные воспоминания. Крики матери, кровь отца на моих собогах. Я вложил каждую монету из наследия нашей семьи в войну. Я знал, что однажды вернусь на побережье и верну себе свою собственность. Побережье Каледа. Меня здесь воспитали. Сейчас все кажется странно крошечным. Словно бы играли в хозяев этих земель. Настоящие власти никогда не имели. Даже сейчас я ощущаю тьму. Это место не хочет нашего присутствия. Никогда не хотела, иначе разве произошла бы подобная трагедия с моей семьей? Каждый темный угол проклят. Хиларет Гастир. Я хотел бы вновь ее увидеть, но долг перед семьей сейчас важнее. Так, это все понятно. Сейчас давайте обворуем. Хорошо, даже не обворуем, а просто заберем. Так, и у нас что-то там, смотрите. Что тут есть? По заданию. А, это куклы Ансилы. Да, блин, пипец, вот говно. Так, я знаю, что у нас есть. Так, сейчас как раз таки сразу продадимся безпощадной чакры. Куклы Леди Ансилы, окей. Прям под носом у нее... А где же их искать там, это там, имрота? Ой, я там не могу, там они везде по всему этому распехнуты. Да, 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 вот прям под носом у тебя лежат, тупица. Так, нам туда надо, да, ну, давайте, наверное, сначала я, наверное, сейчас обрежу, продамся все, да, а потом к этой, в гостир, короче, ломанем, вот ее, чтобы там сразу попросить у нее все. О, блин, пипец, я сюда бежал, наверное, минуты три, прикиньте. Надо вот так было пробежать. Вау, это просто, какой я столоб делал эту локацию. Вот здесь вот просто сделайте, не прыжок этот сраный, а какую-нибудь дверь. Или типа там, что мы колонну взорвали, там, чтобы можно было пройти. Да просто ужас, это вообще просто кошмар. Прошу вас там обрезано, а я три минуты бежал, пипец. Ну, давай, по требам. Эту старую цитадарь необходимо привести божеский вид, но хотя бы бандиты Рассиона больше не будут украшать с собой ее коридоры. Рассинанта этого, да? Так, Дрю Ансила. Я знала Дрюну много лет назад, но это было в другой жизни, я сама была другим человеком. Сейчас для меня имеет значение лишь мой поход, он полностью покрутил мои мысли. Ключ Ансила. Ты сказал ключ Ансила? Разумеется, он у меня. Десять лет я не сводила с него глаз. Ты говоришь, что Дрюн жив? Что он здесь? Стой, это может быть уловка. Откуда мне знать, что ты пришел не захватить земли Гастир? Как раз тот момент, когда я их почти отвоевала. Боже, ты что, тупица что ли? Он тебя никогда не забывал. Дрюн, я бы никогда не забыла. Наши семьи так ненавидели друг друга, но я бы никогда не смогла ненавидеть Дрюна. Именно из-за него я хотела бы жить у Болганов, вернуться, начать все сначала. Возьми ключ, отдай его Дрюну, передай ему мои на лучшие пожелания. Может быть, когда все это закончится, мы сможем восстановить нашу дружбу. Наверное, если бы я ее не уговорил, мне пришлось бы с ней сражаться. Вот, наверное, что, просто пипец. Блин, пипец. В общем, этот, я попытался в предыдущей локации добить этих Колганов. Вот, Болганов. Мне один остался, я там бегал, вообще больше ни одного не было. Блин, эти глаза-то чертовы собрать. Вот, и приходится здесь тогда добить уже. Ладно, хрен с ним. Так, где ты там? Давай, мы отдадим этот ключ. А, у тебя есть ключ, отлично. Ты видел хиларет? Как она выглядела? Нет, мне сейчас не до этого. Девей пора искать кинжал и печать. А, да, в смысле, ну, просто же этот самый. Можно нам, как раз таки, найти, да? Так, ладно, повернули. Тут один Колган есть, сейчас мы его, почему Колган? Блин, пипец, это Колган-то, это этот, ведь мастер озвучания, который Ширек озвучивал. Что-то он привязался ко мне Колган, блин, пипец. Ух ты. 10 урона, я, вот смотрите, вот вообще кайф, да? Вот если мы сапоги бы нашли, я бы мог бы капюшон-смотритель ободеть. Вот еще 10% урона ядом, то же самое, смотрите, крит-удар, так еще больше, вообще кайф. просто огонь, да? И сет бы у нас сохранился, блин, вообще, вот это вещь. То есть у нас сейчас вот прям сапоги вот эти вонючие, прям очень надо бы их, прям очень-очень. Так, ладно, побежали. Фигарит всех налево-направо. Надеюсь, сейчас эти болганы вылезут. Ну, кстати, собрать. Не забывать про нее. А, на хпшке нам нужна. Запись-то хоть идет. А то лясы-то че тут. Так, ну-ка. Рассос опять идти. О, тут есть. Если сфуата фанатиками. Хорош. Так, ну все, да? Да, вот все, глаз болгана, глаз болгана. Так, вызовет чернобога. Куда это? Так, давайте-ка это поставим. Так, вызовет чернобога. Где это? Ага, вон. Так, ну сейчас мы этим займемся. Отлично. Давайте вот тут еще заданец возьмем. Кто-то просит его, раз уж мы тут. Эй, ты, ты должен мне помочь, у нас нет времени, я остался один, остальные, они все еще могут быть живы. Что случилось? Меня зовут Финн, генерал Финн, войск отелера. Мы с солдатами были частью отряда Ариадов, вошедших в Клюрикот, чтобы подраторить дорогу регулярному войску. Мы отбивали подземелья замконсила, когда замок занял отряд Туата. Они сделали его своим опорным пунктом. Мы оказались между двух огней. Я попытался вызволить нас, но мы были окружены, зажаты в ловушке. Этот дурак, рядовой Готфлит, спустил меня по сточной трубе. Так я сломал ногу. Это все, что я помню. Что там происходит? Что у вас здесь происходит? Точно не знаю, все произошло слишком быстро, но, похоже, Туата наспех организовали здесь линии обороны, чтобы помешать нашему продвижению к побережью Кейлда. Если они сумеют нас отвлечь, то выиграют время, чтобы провести мощную контратаку на юге, возле лунного холма и центральной Алабастрии. Я пойду следом. Ну, смелая душа, должно быть благодаря таким, как ты, поддержали победу в Молсеншире. Меня там не было, но я слышал, что это была славная битва. Воротан силы, закованные цепями и защищены, но ты сможешь пробраться внутрь через точную трубу. Напрябую, зато напрямик. Неприятно, зато напрямик. На деле этого Готфита у меня есть чувство, что он один остался живых. Я надеюсь, но не тешу иллюзии. Спасибо, скоро увидимся. Камни попасть тут. Ты сможешь обойти оборону замка, если пролезешь по сточной трубе, но я на своей шкуре понял, что занятие-то не из приятных. Ряды. Моя группа, включая меня, была лично отобрана генералом Террера для проникновения в ряды Туата в Молсеншире и для сеяния смуты среди них. Дом Ансила был ключевым для побережья Каэледа. Крепость, смотрящая на Дом Гордости и проход около Бастры. Именно там наша миссия кончилась полной катастрофой. Генерал Флинн. Мои родители, богатые торговцы, уратили. Люди, которые не ценили легкую жизнь. Я хотел чего-то большего и хотел служить. Годами я сражался против Туата и их испорченного, приводящего выступлению, образа жизни. Мы сначала побеждали, я знаю это, но потом... А затем случилось и изменилось. Их стало... Чё там? Не остановить. Дом Ансила. Когда-то поместье леди Клэри Ансилы простиралась от побережья Каэледа на севере Доброклятого леса, но это было до вторжения гостиров и постройки ими собственной крепости. И долгая история нового семейства пришли в упадок после вторжения Болгана. Ты, наверное, пристречал капитана Дрюна Ансила, он последний из оставшихся в живых наследниках крепости. Он может ее получить. Замок Ансила. Древние развалины, однажды являющиеся домом аристократии Альфаров дома Ансила, но вся их прежняя часть ныне запятана с живущими там ту ата и жестокость не вообще известна. Окей. Так, а, подожди, нам как раз сюда, да, надо? Но мы сюда попозже пойдем. Да где ты есть-то? Во. Так, мы туда попозже пойдем. Так. Мы тут, типа, тут вылезем, да? Ладно, давайте, наверное, тогда протальнемся, мы в этот город можем с этот сам, пойдем завалим этого Болга на чертова, чтобы он у нас глазу, на глазу бельмом не сидел. Сейчас просто завалим его. Так. О, все прямо, отлично. Ща позырим. Че там за чернобог такой? Че за славянская фэнтези? Сейчас бабаха. Как золотогорье, наверное, такой же. Кстати, этот лоботряс туда ушел, да? А, и там стоит до сих пор еще. Можно прикинь, сейчас, наверное, заставка будет, что мы его, этот, его растерзали там. А, тут целое, это? Идет все ко мне. Черный арик, вы давненько книг не читали. По-моему, этого не было. Ага, что-то поставить надо. Так, ты подожди. Че прочистку это вообще? Так, подожди, подожди. У нас там есть книжечка. А, там глазат надо, да. Черный арик. Черный арик и чернобог. Глава... Восьмая побережья Каэледа. Средь пышных ветвей зеленого берега сошлись в бою два воина, а два темных силуэта в безбережном океане тени и лепестки и боевого пламени звелись к звездам, как птенцы, что молят мать о пище. Все кружили они, и клинки их мерцали в свете огня. Глаза их побелели от взаимной ненависти, и вот рык красного зверя расколол молчание сумерек, как вопли детеныша вызывают ужас у матери. Зругнула земля от бремени гнева Чернобога, когда тот ринулся вперед, дабы поразить нашего героя и потребовать его смерти, ибо не было смятения и ужаса во взгляде Болгана, и победы их омывались лишь сладким багряным прифуксом ку крови. Живчик застыл в боевой броне, в стойке, подняв щит, чтобы отразить удар мчащегося на него врага. Не было времени бежать, не было ни малейшего мгновения, чтобы дрогнали губы, ибо зверь уже набросился на него. Не единожды за всю свою жизнь наш герой не допускал поражений, ибо сама мысль подобная была глупостью. Однако, когда могучий зверь набросился на него, подобно мрачным тучам, что сгустились над промокшим до нитки бойцом, показалось, было, что наступил последний час Черного Арика. Или же нет, ибо запеленной ошибок и сожалений пробудилось нечто сильнее смертного страха или желания выжить. Нет, то был зов более глубины, и имя ему было Любовь. Чего? Мия вскричал Черный Арика, отталкивая прочь громадное тело Чернобога. Я приду за тобой. Ну, слава богу. Блин, я уже думал, там у них что-то, что-то, что-то странное возникло. Какое-то странное чувство между Чернобогом и этим придурком. Так, с ним я поговорить не могу. Получается, нам надо просто глаза сюда положить. И все, что ли? И вот это, и это все? Пипец, я тут думал, сейчас тут будет какой-то фиолетовый с заставкой. Жесть. Изи. Так, шлем погибели Голганов и Ока Чернобога. Типа доказательство, да, что мы его завалили. Ну-ка, ты что сейчас скажешь? Ни черта, ему вообще насрать. А что, мы сюда не можем зайти? Достойная Чернобога. Чего там будет? Нет, что-нибудь? Как ощущение, как будто он, знаете, сломался и не этот самый. Ну и все. Так, еще какое-то здание давайте тоже сделаем. Куда, куда, куда? О, нифига. Уайтстоун, давай. Поздаем, пока есть возможность. Пока уж этим заняли. Блин, с Чернобогом странно, мы просто завалили его и все. А этот лоботряс нам говорил, что мы там, да, ой, я там, типа, буду там его убивать, ты типа, не трогай его. Какой-то бред, он просто стоит, даже поговорить с ним нельзя. Так ощущение, вот, знаете, что-то сломалось, и все. При этом видишь, что как-то дорога привела, дорога привела к моему потребованному прилавку. Не можешь ли помочь мне в сборе железа? Да ты, придурок, он, слушай, он из этого пришел, из лагеря, офигеть. Йонб. Вот и все, лучше ты, чем я думаю, война продолжается, и всегда приходят плохие вести, иди посмотри на их стопку вратире. Спасибо, у тебя больше смесли, чем у меня, я смотрел в глаза врагам. А, я смотрел, возьми, это недельная плата, мне, эээ, не выносим ее вес. Вот это да. Вот это оборот. Вот это да, мне не выносим ее вес. Вот это да. Так, все, с этим мы получаться закончили, погнали получаться дальше. В трубу, наверное, хотя, а давайте полезем сразу в трубу, да и все. Раз уж на то пошло, да. Сразу спасем, потому что это простой квест, то есть сразу залезем сюда, вот, это обычный квест, поэтому не вижу проблемы в этом. То есть это не основное сюжетное, да, то, что он у нас куда-то пролезет, потому что там что-то начнется какая-то движуха, в любом случае, это просто, типа, крепость какая-то. А где этот выход-то, что бы ее побрал? А, по карте бежать было. Так, на, вот, сюда, вот сюда. Вот. Ну, полезли, посмотрим, что там, что нас там ждет. У нас мало времени, да-да-да. Пока я оттуда не пройду, ничего не известно. изменится. нифига. Вот этот прикол. Тут на полароди, что он взять? Что, здесь, здесь, народ, тоже колганы, да? Живец, туар. Ох, как ему прилетают. тут, тут, крупен, блочен, снаряды. да у этих войн авто а то конечно шансов вообще 0 вот и маги еще как-то там могут поплеваться что-то там сделать эти вот улетают за милдуши на нам спинка встают там и честный смотри полароид и че тупица где-то место оставил на него нам на прокачаться бы сейчас леди ансили какой-то прокачаться в плане этого клинка вот сейчас у нас скажем так не прохачен он поэтому наверное не так много урона мне не в те клинки вошли вот и но ладно так ока чернобога и ла чернобога горожана бога на любого прозрелила торговся я получу за него хорошие деньги а глаз бога на черту побрал на так леди ансили 1 леди сила лорд гостир а то они наверно переписываются там у гостира своя было дачу там наверняка считаете что обставили меня вчера своим ловким трюком боюсь вы ошибаетесь а это мужик прошу прошу вашей семье соболезнования ввиду того что они произвели на свет такое посмешище как вы в их интересах сохранить остатки вашего достоинства и позволить вашему почти столь же неспособному сыну занять ваше место да чё-то у них тут не клеилось но хотя у них тут принципе вражда была неудивительно кстати такие же но жизнь принадлежит не отчего он кстати с такими же этими ты чё поларой добьешь готовченко так где-то там штучку забрать регенты не обнаружены алхимия на стол регенты не обнаружены кстати почему показывал там кто то есть смотри он не приветствую смертный что привело тебя в ансилу пытки тюрьма безумие я уже много сезонов жду возвращения моего друга и повелителя лорда ансилы ты не знаешь где он он в порядке хрена ты как ты здесь оказалась я здесь уже почти целый сезон а что таким как ты показалась бы вечностью я была алхимиком доме ансила зови меня кони туата взяли в плен многих слуг и советников при вторжении 10 лет назад большинство пленных бедняга умерли от голода или болезни я единственная кто выжил дом ансила смертный хозяин дома ансила бы был добр ко мне он единственный зеленый который питал интерес к моим рассказам вот почему я служила ему тогда и продолжаю служить сейчас фига себе фей служит смертному нонсенс я никогда не интересовалась сказанием и оказалась безучастно бродящий под сенью звезд и лесных крон а у меня нет никакой роли мне нет места ни в одной из баллад однажды меня обнаружил лорд ансила в своем саду с травами я смеялась над шутками цветов я ему понравилось она разрешила мне остаться и ухаживать за цветами побережье кайоледа между гэтфлоу и туата была безопасная территория по крайней мере для феи мы могли свободно перемещаться а теперь там зло под покровом леса окей лишь да да видимо мы ее должны освободить я так понимаю уиску классно утром тут дерется прям ждал меня посмотри вот это что-то другое врубать и завалит его еще а блин блин лароид убийцы что-то там халявишь ну куда уходишь ты ты вообще кто привет Реджи Годфли а вот он кто ты и что тебя привело в этот затхлый ад меня послал генерал финн а будь он проклят я сдал что его мало было спустить по сплощной трубе значит и здесь чтобы спасти наши жалкие шкуры похоже мы получили новый приказ но не можем уйти отсюда без тинкери тинкенери безумия захватившись замок не сдаётся когда когда прибудет альфар он будет сражаться и погубить новой жизни мы должны убить его немедленно иначе наши братья и сестры из приближающегося войска отдадут жертвам его проклятых духовных пут хрена себе переворот как нам добраться до тикнери нам надо попасть в тронный зал для этого надо открыть ворота нужно найти рычаг замок консила я предпочитаю это не обсуждать и ты бы тоже не захотел если бы провел несколько дней молясь всем богам по освобождению надеюсь увидеть немного голубого неба сквозь камни побережья Каоледа где тенистый леск и шмяк и шита мудростью альфар смотрит чтобы не задохнулся под ее грузом если бы не с армией сам бы я бы никогда сюда не пришел некоторые местности просто прокляты проклятие духовных пут это дело жизни тикнери сплав магии и алхимии нарушающий сами законы природы он собирается он собирается проклясть альфаров чтобы лишить и нас их и магии ой туата хотят превратить замок консила в еще один малсеншир ридж готфлид готлиф довольно я был кулачным бойцом вратире и был хорош но затем тело стало подводить а после того весь мир погрузился в хаос 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 окей так ну ты ты подожди у нас тут еще ты подожди у нас тут еще всего блин тут все вот эти закрыты это пипец это замок дебильник вот и замок длинный у вас не замок а коридор какой то от замка блин давай пошли ну цикаду как летом в японии так есть кто нибудь живой так у нас это побережье каэледа не знаю что это такое пойдем посмотрим это лоботряс подождет я думаю не помрет это и ждет а я понял это наверное просто выход из замка типа другой наверное потом откроется так мы оттуда пришли я вот сюда если что алтарь 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 какой-то алтарь ладно давайте по зданию сгоняем потому что там эти алтари пошел вперед разберемся с этим тинкером блин ах тут это ладно фикс ой вот этого надо быстрее полароиды бы как нибудь натравливать бы на них вот на этих гретинов которые магии все лорда тут завалят блин а подожди какой лорд это этот солдат обычный что-то пипец его подумал что он лорд запомнилась как-то и все какой лорд болван лорд болван так что-то нам тут надо сделать а коллекция тила нифига себе все мы нашли все да так подожди коллекция тила похабщина опять последняя походу да коллекция тила 10 делала ее желание тем утром отправившись в спальню своего брата Эдвальда дабы разбудить его к вечерней молитве я открыла дверь и глаз и глазам им предстало изумительное зрелище на кровати лежал Эдв в объятиях декольфарской танцовщицы Деллы девица весьма темная и осмотрительная когда я вошла в комнату мой брат лежал рядом с Деллой крепко обнимая ее и постановая и по движениям их тел я догадалась что они участвуют в занятии весьма удовлетворительном и так они были сосредоточены и увлечены друг другом и своей разнузданной страстью что во все и вовсе не заметили моего присутствия я была прокашлялась стоя на параге но звуки наслаждения перекрыли всяческие мои попытки привлечь внимание кем был тот смуглый похотливый парень и что он сделал с моим братом боже мой я так опасался этого какая-то танцовщица что это вообще такое да кальфарской танцовщицы Делла а что тут такое что тут такое нам такого не надо что-то ужас какой-то что такое вообще что танцовщицы какие-то смуглые парни блин кошмар кошмар так у нас кстати что там с тестом господи с квестом то так квест 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 надо на рассмотреть эти да посыльный о боже сколько у нас их короче сбор пламени найти тюремные ключи гардероб теряные дары да по ходу мы все сделали да брайзер раскладывать сундуки раскопки в память а во вернуть во вот это надо сделать так ну-ка давай так есть что тут пришло время сбросить дуракострон где ты княри в странном зале идем в смысле идем а чё тыanda сюда меня привел болван идем говорит а чё ты стоишь я чё то не вижу тут где то рычаг что ли какой то подожди чуть-чее неё не понимаю типа мат открыли дверь эээээээээээээээ что там тут стоит где то тут наверное рычаг который я не в убор не вижу вида рычаг можно тебя намекают что где-то он здесь блин только не говори что это баг а он наш блин тупица он нажал об этом я нажал блин вот это кретин я думал я буду нажимать я же главный герой этой игры были черт возьмем взял подбежал сам нажал офигеть или это я два раза нажал странно произошло так можно и на кое-что забить обалдеть а где-то тинкер зайти к бежит живет слота тинкер вон тут не а где тинкер-то а у там еще спрятаться началось рынке задницы союз тоже все изнахорачиваем кстати давай-ка вот так вот сделаем не палец всех на хрен вынесем бог задрали а ты-то там тоже еще постой что-то немощь пошел вот сюда да иди на хрен тухни просто где-то вообще хп нет свой на тебе прихвость интуата время падения технери успеват наложить проклятие духовных пут ваша магия слабевает под воздействием черн темной ауны у нас проклят да реально ты молодец похоже дело сделано тикнери больше не будет терзать альфаров ой ой ты неважно выглядишь друг мой похоже тебе достался подарок на память от тикнери проклятие духовных пут и не вешай нос лаборатории внизу должно быть противоядие пойдем поищем деликатство от проклятия духовных пут должно быть оно спрятано в лаборатории тикнери глубинах подземелья давай поищем там это я так понимаю как раз таки нам начало забрать это вот как раз туда на во вторую часть подземелья да блин это огона дайте мне сапоги этого блин как там его искателя черный побрал длани рока до перчатки для магические фигня так леди ансиле 2 почитаем реально подогниение пипец у нас наложил падла так леди ансиле 2 не будь вы столь неумелый жалкий в управлении собственным домом ваших владениях не царил бы беспорядок и вы не стали бы обвинять в нем людей более искусных то что вы скатились столь низко не значит что и другие последуют вашему примеру вот это да что то нет прям вообще реально ненавидя друг другу да вот собственно гря нам сюда но ребятки давайте тогда мы туда отправимся следующей серии уже черт возьми очень надеюсь что нет вроде у нас хп восстанавливается ладно все тогда на этом спасибо большое за лайки звонюшку за подписку ребятки в следующей серии всем доброго друзья хорошего всем пока